сейчас практически по всем областям воздушная тревога сидим в укрытиях столкнулся на гражданке с тем что часто люди так что там часто массово люди игнорируют воздушную тревогу и очень зря особенно зря в тех городах которых уже сбивали ракеты для многих гражданских особенно на западной украине остается непонятным почему переселенцы так вот как они считают неадекватно реагируют на воздушную тревогу пытаются найти это убежище и укрытие как только они слышат сирену тут все просто потому что люди которые пережили от которые выбирались из мариуполя из харькова из других городов естественно они знают что такое прилеты что такое ракеты штуковые удары и понятное дело что они осознают в полной мере опасность для своей жизни всей этой жести которая прилетает нам со стороны россии белоруссии с каспийского моря с черного вот а те кто игнорирует они просто не понимают они жизни не слышали не то что там авиаударов или каких-нибудь ракетных ударов они не слышали даже минометных обстрелов и поэтому часто возникают конфликты между переселенцами которые пережили от и теми людьми которые их счастью а может несчастью пока еще не слышали как взрывается снаряд ракета и так далее поэтому призываю всех все-таки немножко раздупляться в стране война и нам нужно серьезно относиться к любой тревоге поэтому если вы находитесь даже на западной украине куда не прилетала или практически не прилетала все равно прячьтесь в укрытие потому что это во первых это дисциплинирует мы сейчас с вами будем жить в стране уже живем в стране где ракетные удары со стороны врага могут осуществляться в любой момент а во вторых это вашей же безопасности потому что рано или поздно прилетит даже в те города в которые оказалось никогда в жизни ничего не прилетит и не нужно людям которые не слышали взрывов отмораживаться либо агрессивно реагировать на тех кто так вот эмоционально и остро реагирует на сирены вы просто не понимаете что это такое вы не слышали что такое авиаудар я конечно желаю вам никогда этого не услышать но поскольку война затягивается и россия еще десятилетиями будет нашим врагом нужно готовиться к тому что обстрелы ракетные в том числе будут происходить довольно часто поэтому еднаемость а братья и сестры то помогаем одну одному и все буду украина тем самым объединяясь и помогая друг другу мы уменьшим наши потери которые неизбежны и тем не менее вместе мы сила слава украине и смерть врагам украины пока